Доброе-доброе всем утром! Сейчас я донастрою оборудование и мы начнем. Сейчас-сейчас все будет, да, я все вижу. И мы готовы начинать. Итак, у нас занятие по математике, 9 класс. Ну, собственно, в прошлый раз мы, помнится, разобрались с описанием некоторых функций, с нахождением их в области значений, в области определения. Ну, продолжим изучать подобные вещи дальше. Сегодня мы будем изучать более специфичную функцию, а именно квадратный трехчлен, который можно записать в общем виде следующим образом. При этом единственное требование, которое у нас налагается, это не нулевой старший коэффициент. Вот здесь а называется старшим коэффициентом, b коэффициентом при первой степени, c это свободный член, потому что при нем иксов нет. Что нас интересует вообще в этой функции? Ее можно изучить даже на данном этапе очень подробно. Что нас здесь будет интересовать? Нас будет интересовать в том числе ее корни. Что вообще такое корни? Вот у нее может быть от нуля. Так. Если у вас ничего не показывает, обновите трансляцию. У меня идет отдача. Итак, у этой функции может быть от нуля до двух корней. Это первый факт. Выясним, от чего это все зависит. Кто-то выяснит, кто-то вспомнит. Программы у нас все еще разные. Но давайте действовать последовательно. Так или иначе. Итак. Ага. Ага. Вы знаете такое слово, как дискриминант. Он нам сегодня понадобится. И давайте вспомним, что это такое. Вот вообще, действительно. Как их найти? Вот один из способов. Это действительно при помощи дискриминанта. Введем вот такую вот вещь. Д-дискриминант. Д-дискриминант. В квадрат минус 4АЦ. Правильно подсказывают. Так. 4АЦ. Такая конструкция собирается из коэффициентов квадратного трехчлена. Второй способ это теорема Ви. Это к нему мы тоже обратимся всему свое время. Вот эта вещь, она бывает разного знака. И это, собственно, критически определяющий показатель нашего уравнения, для нашего квадратного трехчлена, того, сколько у него будет корней. Утверждается, что если дискриминант больше нуля, это два корня, равен нулю, один корень, меньше нуля, ноль корней. Думаю, это знакомая вам информация. Тем не менее. И сейчас мы увидим, почему это так важно. Почему именно знак. Постулируем формулу корней. Х 1, 2. Обозначим так корни. Это минус В. Плюс, минус корень. И дискриминанта делить на 2А. Мы видим, что здесь дискриминант стоит под корнем. Мы видим, что дискриминант стоит под корнем. А значит, знаково критически важен. Действительно, когда он меньше нуля, то подставлять его мы на данном этапе своего развития не имеем права. Таким образом, корни мы найти не сможем. Что это значит? Как это понимать? Вот. Это означает следующее. Например, если дискриминант больше нуля, и у нас 2 корня, то наш квадратный трехчлен можно представить в следующем виде. А умножить на х минус х 1 умножить на х минус х 2. Умножить на х минус х 2. Равни нулю. Это я написал уже уравнение на эти корни. Совершенно необязательно. Попробуйте перезагрузить через CTRL F5. Принудительно. Так. Так. И так. Это в случае двух корней. Если в случае одного корня, то представить наш квадратный трехчлен можно следующим образом. А на х минус х 1 единственный корень в квадрате. Это значит, что мы можем выделить полный квадрат. Я не знаю, есть ли смысл рестартовать трансляцию. В принципе, странно. Раз в остальных пошел показ. Подскажите, пожалуйста, товарищу, что можно сделать. Мы пока продолжим. Если что, посмотрите в записи. В случае нуля корней... В случае нуля корней... Представить его в таком виде мы не можем. То есть разложить его на произведение вот таких простых функций линейных мы не можем в принципе. Получается, что в лучшем случае это а на х квадрат плюс b к а х плюс c к а. Никакого разложения здесь мы предоставить не можем. Ну, давайте попрактикуемся немножко. Вот возьмем такой пример и разложим его. 5х квадрат плюс 3х минус 2. Предлагается разложить. Давайте посмотрим, что из этого получится. Считаем дискриминант по нашему протоколу. b квадрат. Это 9. Минус 4а с. Это плюс 40. Получается 49. Ну, в такие моменты, в принципе, уже можно радоваться. Потому что дискриминант представляет собой квадрат. Это квадрат семерки. Значит, все хорошо извлечется. Почему это хорошо? Икс. И давайте найдем х1, 2. Он положителен, да. Он положителен, значит, у нас будет 2 корня. Х1, 2 таким образом равно. Минус b. Это минус 3. Плюс минус. Корень дискриминанта. Извлечем его сразу. Отдельно напишу. Корень из дискриминанта. 7. Плюс минус 7. Ну и делить на 2а. Десятка. Таким образом. Возможно, два варианта. Возможно, два корня. Минус 3 плюс 7 делить на 10. Это 0,4. Минус 3 минус 7 делить на 10. Это минус 1. В соответствии с нашим представлением, можно записать. Пятерку, например, выносим. Пятерку выносим, как коэффициент при старшем члении. В скобках у нас получается следующий х минус 0,4 умножить на х плюс 1. Ну, можно внести сюда пятерку и получить 5х минус 2. Ну, это не суть. То есть, на самом деле, при определенном опыте, после некоторого количества нарешенных примеров и разложенных квадратных трехчленов, вы начнете видеть подобные вещи, что с коэффициентами 5, 3 и минус 2 можно что-то сделать. Что нам дает такое разложение? Оно может нам понадобиться при работе, например, с дробями. У нас будет выражение. Вот этот трехчлен поделить на х плюс 1. Изначально этого не видно, а оказывается, дробь эту можно будет сократить и получить 5х минус 2. Где-нибудь еще это точно нам может пригодиться. Я так, на вскидку, пока вам не скажу. Поживем, увидим. Мы с этим в любом случае столкнемся. Итак. Хорошо. Это был один способ. Способ номер 2. Действительно, теория Виета, о которой уже упоминали в чате. У нас были корни х1 и х2. Предположим, что их у нас действительно 2 у нашего трехчлена. И будем их искать. Все еще напомню, как он выглядит. Будем их искать. Утверждается следующее теория Виета. Сумма корней Это минус b к а произведение корней Это c делить на а На самом деле Чтобы так не делить Можно сразу, когда видишь квадратный трехчлен Просто выносить а за скобки И уже вот эти вот коэффициентики Обозначать b и c То есть не с таким представлением работать А Сразу с вот таким Когда у нас при х2 стоит единица В таком случае у нас Формула станет еще проще Минус b А здесь плюс c Итак Получается, что мы Сразу же задаем Систему уравнений На две неизвестные Две неизвестные x1 и x2 Система уравнений Следующая Их сумма дана Их произведение дано Вот говорили, что она В применении сложна На самом деле На самом деле Это немного спорное утверждение Потому что Если у нас корни Так сказать хорошие Вот в предыдущем Примере у нас был корень 0,4 и 1 По знакам 0,4 и минус 1 Они в целом неплохи И их можно было бы просто увидеть Давайте это посмотрим на примере На другом примере 2x квадрат минус 10x Плюс 48 Что у нас полагается Сначала сделать Сначала надо сделать Чтобы при x квадрате Стояла единица Преобразуем Вынесем двойку x квадрат Минус 5x Плюс 24 Что предлагается увидеть дальше x1 плюс x2 Это минус b То есть плюс 5 А x1 умножить на x2 Это c Это 24 Итак Нам нужно Нам нужно придумать Два числа Так Сейчас соображу Нам нужно придумать Два числа У которых сумма 5 Произведение 24 Пожалуй у нас есть Определенная проблема А знаете какая? У этого квадратного трехчлена Нет корней Нет x1 и x2 Потому что Да Меня глаза тоже Немножко обманули Ну Если прикинуть дискриминант То получим 25 Минус 96 Для того что в скобках А это меньше нуля Да Получилась такая немножко обманка Но если бы здесь например стояло Не 24 А Что нибудь другое Вот давайте прикинем Что мы хотим здесь видеть В каком случае было бы здесь Легко найти ответ То есть пусть x1 плюс x2 Будет 5 Давайте сконструируем Сами себе задачу В принципе Проявим так сказать Самостоятельность Сумма чего-то Пятерка Чему может быть равно Хорошее произведение Чтобы все стало очевидно Например 6 Вот если у нас будет Какой-то такой пример Если у нас будет Какой-то такой пример То x1 плюс x2 5 x1 умножить на x2 6 В целом Да Очень жирный намек На 2 и 3 Здесь могла вместо шестерки Быть легко Пятерка Нет Все равно Была бы Это было бы не то Здесь могла бы быть Например Четверка Корни были бы 1 и 4 Если бы у них были Разные знаки Если бы у них были Разные знаки Вот допустим Здесь у нас Стояло бы Плюс 5 Если бы у нас Здесь стояло Плюс 5 Соответственно Здесь стояло бы Минус 5 Корни были бы Сумма двух чисел Минус 5 Произведение 6 Здесь нам понадобятся Отрицательные числа Это минус 2 И минус 3 Произведение положительное Сумма отрицательная Таким образом Глядя на вот такую Простую систему Если нам нужно На скорость Решить уравнение Найти Корни Что угодно Сделать Разложить на множители В конце концов Квадратный трехчлен Просто написав Такую систему Можно иногда Увидеть В принципе Задания так и Подбираются Чтобы Порой Это было очевидно Если Они подразумевают Быстрое решение Вот Итак Я думаю С квадратным трехчленом Более-менее понятно Что-то принципиально Новое здесь Изобрести Трудно Но мы попробуем Там где у нас Идет Квадратный трехчлен Там же Где-то Недалеко Находится Разговор О параболе Мы уже Рисовали Параболы Сегодня Нам снова Понадобятся Координатные Оси Парабола Выглядит Как-то Вот так Это В общем Случай Это В общем Случай В общем Случай График Параболы Можно изобразить Следующим Образом Вот я В данном Случай Нарисовал Самую Самую простейшую Параболу Y Равно X Квадрат Давайте подумаем Давайте подумаем Если я Напишу Что-то Типа Y Равно AX Квадрат Плюс BX Плюс C То есть Я Этот наш AX Квадрат То есть Я Квадратный Трехчлен Обзову Функцией И захочу Построить Его график То график Его Будет парабола Вот И этот график Было бы очень здорово Было бы очень здорово Научиться строить Потому что Далеко не всегда Нам будет На построение Дан Y Равен X Квадрат Итак Теперь немножко Фактов про параболу У нее есть Вершина У каждой параболы И направление Ветвей Откуда мы можем Эти данные Получить Во-первых Вершина Вершина Обладает Координатами У параболы Y Краве на X Квадрат Я Ее даже Подпишу Чтобы Не путаться У нее В данном случае Ее координаты 0 0 Ага Действительно С направлением Вы абсолютно Правы Сейчас мы До этого Дойдем Сначала Про вершинку Утверждается Следующее X0 Обозначу Так Координаты Вершины Абсциссу Вершины X0 Это Минус Б Делить На 2 А Ну Как видите В случае Когда А равно Единице Все становится Совсем просто Минус Б Пополам Значение Y При этом Ну Как его найти Его можно просто Подставить Вот у нас есть X0 Который Зависит только От коэффициентов Ну Возьмем Подставим Y0 Это Y От X С Ноликом Подставляем А на B квадрат На 4 А Квадрат Минус B Квадрат На 2 А Плюс С Смотрим Что получилось Вот это А и А квадрат Сокращается Имеем B квадрат На 4 А И B квадрат На 2 А С Разными Знаками Из этого Выживает Минус B Квадрат Делить На 4 А Плюс С Собираем Все Вместе И Это Минус B Квадрат Плюс 4 А С На 4 А Вот Кое-что Уже Может Показаться Знакомым Занимательный Факт Сверху У нас Образовался Дискриминант Со Знаком Минус Минус D Делить На 4 А Само По себе Уже Интересно Дальше Будет Больше Потому Что Так Параболу Мне придется Стереть Чтобы Иметь Да и Заново Изобразить Оси Сейчас Я их нарисую Крупно Чтобы Было Хорошо Видно Итак Действительно От знака А Да Вот Про вершину Понятно С ее координатами Мы вроде бы Разобрались Направление Ветвей Направление Ветвей Зависит От знака При старшем Коэффициенте Действительно Если у нас Парабола Вот такого Ветви Вверх Такая Чашечка То Это соответствует Случаю Когда А Больше Нуля Действительно Подставим Очень большие Иксы Подставим Вот сюда Очень большие Иксы С Константа С Неинтересно Б Икс Ну да Оно будет Расти Или Оно будет Отрицательным Крупным Или крупным Положительным Но Ах Квадрат Ах Квадрат При этом При а Неравном Нулю Да вот Опять же Обращаю внимание На важный момент Мы здесь делим На а Если бы а Было нульным То У нас вообще Бо ничего не получилось Во всех этих Рассуждениях Ну и функция У нас была бы Линейная В таком случае А не Квадратичная Это мы всегда Предполагаем Итак Если мы поставим Сюда Какой нибудь Большой Большой Икс Сотню Например То Заметим Что Ах Квадрат С ростом Икса Становится Больше Чем Бх А то И много Больше Да Возможно Вам не встречался Такой Значок Ну он Означает Что Одна величина Действительно Много Больше Другой Ну потому Что Икс Квадрат Просто Растет Быстрее Поэтому Он И определяет Вот такое Квадратичное Поведение Функции Итак Я хочу Сказать Что На больших Иксах На больших Иксах Поведение Определяется Ах Квадратом На маленьких На самом деле Тоже Потому что Х Квадрат Ему без разницы Подставим Мы туда Положительный Большой Икс Или Большой Отрицательный Икс По модулю Вот этим Членом Всегда Все будет Определяться На больших Что в ту Сторону Что в ту Сторону Значения К чему Это я Все Коль Скоро У нас Поведение На больших Иксах Определяется Буковкой А При А Большем Нуля У нас Ветви Будут Расположены Как Я Показал На этом Рисунке При А Я Это Подпишу А Больше Нуля Рядом Нарисую Еще Одну Параболу Ветви Вниз Поведение Определяется Все так же Ах Квадратом На больших Иксах И здесь Игрек Уходит В минус Ну значит А меньше Нуля Итак Получаем Что Направление Ветвей Зависит От знака А Уже Здорово То есть Мы Для Произвольной Нашей Параболы Некой Умеем Находить Координаты Вершину И Умеем Находить Куда Направлены Ветви Умеем Находить Куда Направлены Ветви И сейчас Мы Немножко Попрактикуемся В построении Парабол Посмотрим Что нам Еще Нужно Знать Чтобы Красиво Ее Отрисовать Чтобы Красиво Ее Отрисовать Итак Первый пример На построение Графика Какой-то Неизвестной Нам Парабол Сейчас Я Еще Деятельности Итак Первый пример У Крайон Х Квадрат Плюс 4х Минус 1 Задание Построить График Итак Что мы Можем Сразу Об этом Сказ Только Что Мы Говорили Про Два Пункта Это Координаты Вершины И Куда Направлены Ветви Используем Это Знание Ветви У этой Параболы Направлены Вверх Поскольку А равно Едничка Это Больше Нуля В У нее 4 С Это Минус 1 Сразу Выпишем Для Подстановки В Нашу Формулу Хорошо Тогда Следующее Что мы Еще Можем Сказать Про Параболу Координаты Вершины Х С Ноликом Как мы Уже Говорили Это Минус Б На 2 А Что Нам Дает Подстановка Минус 4 На 2 А Едничка Все Совсем Просто Итак Искомый Х Вершина Это Минус 2 Я Отмечу На Нашем Графике Масштаб При Обходимость Я его Еще Продлю Итак Минус 2 А Какой Ему Будет Соответствовать Y Вершина Как В целом Не Трудно Заметить Вот Лично Я Уже Успел Забыть Какая Там Была Формула Я В таком Случае Предлагаю Не Запоминать Для Нахождения Вершины Всегда Легко Просто Взять И Подставить Для Нахождения Ординаты Вершины Всегда Достаточно Взять И Подставить Абстису Вершины Y С 0 Таким Образом Подставляем Сюда Минус 2 Это 4 Минус 8 Минус 1 Все ли Верно Думается Мне Что Да Итак На выходе У нас Минус 5 Значит В точке С координатами Минус 2 Минус 5 Должна Находиться Вершина Продлим Наш График Потому Что Перестает Все Это Дело Влезать Минус 2 Минус 3 Минус 4 Минус 5 Вершинку Отметили Ветви Вверх Но Как их Рисовать Давайте Я правую Ветх Предположу Как Она Может Проходить Уравнение По нахождению Вершины Минус 8 Поясню Взялось От того Что я Забыл Как мы Забыл Конкретную Формулу Которая Содержала В себе Дискриминант И Просто Подставил Выгрик Не надо Бояться Что вы Что-то Забываете Это Естественно В любых Подобных Вещах Помнить Абсолютно Все Формулы Невозможно То Что Можно Вывести То Следует Выводить Что Нельзя Вывести Или Что Сложно Выводиться Можно Запомнить Минус 8 Вделась От Подстановки Вот В это Слагаемое Плюс 4x Подставим Минус 2 Будет Минус 8 Итак Я Предположил Такой Вид Этой Параболы Очевидно Что Она Может Пойти Шире И Это В принципе Существенное Различие То есть Нам По возможности Надо Бы Надо Бы Почетче Здесь Действовать То есть Ошибиться Как можно Меньше Хорошо Что Можно Сделать Дальше Мы Можем Взять Несколько Точек Несколько Конкретных Х И Посчитать Соответствующие Y Отметить Их На Чертеже И Потом Аккуратненько Соединить Можно Отметить Так Ключевые Точки Или Которые Легко Посчитать Вот Например Легко Посчитать Y В нуле Да Еще Один Пункт Это Найти Корни Но Давайте Для начала Y В нуле Посчитаем Можно Просто Подставить Ноль И получить Минус Один Вот Просто Бесплатно Получаем Точку Ноль Минус Один Она Будет Содержаться На нашей Параболе Это Значит Что Моя Широкая Ветка Уже Отпадает Которую Я Широко Нарисовал Итак В точке Ноль У нас Ордината Минус Один А Это Значит Это Значит На самом Деле Можно Применить Военную Хитрость Парабола У нас Как я Еще В прошлый Раз Говорил Она Симметричная Она Симметрична Относительно Вертикальной Оси Проходящей Через Вершину Относительно Оси Х Равно Минус Два Поэтому Все Что мы Найдем Справа От этой Оси Можно Отразить На левую Часть Или Наоборот Если бы нам Было удобно Находить Слева Мы бы Отразили Вправо Это Значит Что я Возьму Вот это Расстояние Оно Отложено От этой Оси Вправо Отложу Его Влево Получу Минус Четыре И скажу Что здесь Тоже Будет Минус Один Действительно Если подставить То Х Квадрат Плюс Четыре Х В точке Х Равен Минус Четыре Друг Друга Посокращают Плюс Шестнадцать Минус Шестнадцать Останется Минус Единица Вот В принципе Это Нетрудно Посчитать Но Если бы Я Это Задание Делал Например На экзамене Или на Самостоятельной Работе То есть Когда мне Надо быстро И точно Посчитать Что-то Или Представить Как выглядит График Ну Я бы Это Сделал В уме И Просто Я Поставил Две Точки То есть На самом Деле Этот Процесс Очень Быстрый Хорошо В принципе Уже Видно Примерно Где Находятся Корни Но Давайте Их Тоже Найдем Это Важное Свойство Функции И Для Построения Графиков Оно Нам Будет Пригождаться Найдем Корни Давайте Действовать Через Дискриминант Будем Действовать Через Дискриминант b Квадрат Минус 4 А 16 Плюс 4 Дискриминант 20 Дискриминант Плохенький Потому Потому Что Из Него Нам Ничего Не Вытащить Он Конечно Положительный Это означает Что корни Будут В принципе Это и Видно По Нашему Графику Но Они Будут Не Очень Целенькие Передвинемся Сюда Запишем Формулу Для Ответа Х Минус Б Это Минус 4 Плюс Минус Корень Из 20 Поделить На 2 На самом Деле Из 20 Можно Вытащить Четверку Как В таких Случах Действовать Минус 4 Останется Плюс Минус Останется А Вот Эту Вещь Я Представлю Как Корень Из 4 На 5 Из Четверки Корень Извлекается В этом Моя Идея Плюс Минус 2 Корня Из 5 Прием Работы С Корнем Квадратно Теперь Я могу Поделить На Двойку Что Очень Удобно Минус 2 Плюс Минус Корень Из 5 На самом Корень Из 5 Это Что То Чуть Больше Двойки Потому Что 2 В Квадрате Это 4 А 3 В Квадрате Уже Аж 9 Поэтому Это Примерно 2 И 2 2 И 3 Десятых Получается В Плюсе У нас Будет Примерно 0 2 Вычислим Их Приближем Нам На Рисунке Сейчас Отмечать Приближенно Это Минус 2 И 3 Либо Плюс 0 3 Отметим На рисунке Чуть 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 Дальше Четверки И Чуть Чуть Правее 0 Можно В целом Посчитать Значение В Минус Единицы Чтобы График Стал Совсем Хороший Давайте Это Побыстром И Сделаем Хотя Это Не то Чтобы Очень Требовалось 1 Минус Минус Четыре Минус Один Минус Единица Уходит Минус Четыре Суммарно Симметрично Относительно Минус Двойки Отражаем Получаем Минус Три Минус Четыре Точку И Теперь Возьмем И Соедним И Да Когда Рисуете Параболу Не Рисуйте Пожалуйста Вот Так То есть Чтобы Вот уж точно Вот так точно Рисуйте Фишка Параболы В том Что в вершине Она Тупая То есть Ветви Входят Не вот так В точку вершины А Гладко Вот так Давайте Изобразим Это И Гладенько Аккуратненько Соединим Наши точки Гладенько Аккуратненько Не очень Получается Тут уж Кто как умеет Можно подставить Другие точки Х равен Один Например Он Еще Влезет На наш Рисунок Ну Этим Заниматься Мы сейчас Не будем Потому что Это простая Арифметика Кривенький Козенький Но график Пора Был У нас Получился Да Здесь Требуется Проявить Некоторую Аккуратность Конечно Но Тем не менее Вот С таким Заданием Мы Плюс Минус Справились Давайте Решим Еще Одну Задачку Еще Одну Задачку Y Равен X Квадрат Минус 7 X Плюс 12 Нам Нужно Найти Область Значений Нам Могут Загадать Пусть Вот это F От X Какова E От F Область Значений Мы Например Занимались На профилях Занятиях Очень Плотненько Как Можно Применить Наше Знание О параболе В данном Случае Что стоит Понимать Что у нас Есть Некоторая Парабола Некоторая Парабола E От F Смотрится По оси Y То есть Это Множеско Значений Которые Эта функция Умеет Принимать И вот Если мы Посмотрим На данный Рисунок То Заметим Что для Такой Параболы Как я Нарисовал Область Значений Это Некоторые Положительные Y Начинают С Некоторого Y С Ноликом Это Ордината Вершины Таким образом Если бы Парабола Была Направлена Ветрями Вниз То Область Значения Была бы От Минус Бесконечности До Y С Ноликом Ну а Значит Нам Надо Просто Найти Y С Ноликом Собственно Давайте посмотрим Что это за Парабола Действительно У нее Ветви Вверх То есть Едничка У нас Больше Нуля Ветви Вверх Я нарисовал Правильно А где У нее Расположена Где У нее Расположена Вершина X Ноликом Минус Б делить На 2 А Это Плюс 7 На 2 3,5 3,5 Подставим Это 3,5 В квадрате Минус 7 На 3,5 Плюс 12 Я Предлагаю 3,5 Вынести 3,5 Минус Минус 7 Плюс 12 В общем Это Минус 3,5 В квадрате Плюс 12 Как За Квадратить 3,5 Давайте Посмотрим Прием Устного Счета Не хочу Умножить В столбик Минус Я Вынесу За скобку А здесь Сображу Вот Такую Вещь 3 Плюс 1 Вторая Плюс 0,5 3 Плюс 1 Вторая Вот Этот квадрат Я так Разбросал Да У нас Сейчас Будет Перерыв Я Быстренько Покажу Вот этот Вот Способ Как Можно Устно Это Все Найти И Уйдем На Перерыв А Дальше Будет Физика Итак Итак Я Просто Раскрываю Эти Скобки Первая На Первая Это 9 Первая На Вторая Это Полтора Вторая На Первая Это Еще Полтора И Плюс 0,25 От Второй На Второе И Там Плюс 12 Где-то В конце Просуммируем Это Все 9 Плюс 2 По Полтора Это 12 Скобку Я Даже Скобку Я Даже Уберу Минус 12 Целых 25 Сотых Получается Плюс 12 Это Минус Одна Четверть Получаем Что У нас Спрашивали Е От Ф Получаем Следующий Ответ Е От Ф Это От Минус Одной Четвертой До Плюс Бесконечности Минус Одна Четвертая Обращаю Внимание Входит Потому Что Вот Это Значение Вот Это Значение Игрек С Ноликом Оно Принимается Ну Да Не Судите Строго Здесь Игрек С Ноликом Я Нарисовал Положительным Он Оказался Отрицательным Ну Надо Просто Перенести Горисонтальную Ось Немножко Повыше Проявите Фантазию Сделайте Это В уме Опять же Математика Это Про Фантазию Вот Давайте На этом Сделаем Перерыв Следующий Раз Мы Займемся Уравнениями С параметром Вот А На А А А На следующем Уроке У нас Физика 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 Физика